Среди рек, синих-синих, где в березах земля. Так, Хабаров снова. Валерий Константинович, подождите, пожалуйста, правильно или на позднее сорта надо поливать раннее. Это кто, какой дурак-то написал? Раннеспелый, кто научил? На раннее абрикосы я выплеваю, только раннее. Короче говоря, есть такой способ, самый главный способ в этом мире. Вы когда-нибудь из Ирины выбирали себе партнёров, извините, половых? Пока не попробуешь? Сейчас меня точно пошлёте куда-нибудь. Я рассуждаю на полном серьёзе. Значит, ваше дело – забыть, что такое позднее сорта, раннее и среднеспелое. Принцип один. Вам чего побольше? Котет побольше или сосисок побольше? Помните? Ответ этого барбоса. И того побольше, и того побольше. Забудьте все эти теории. Привайте всё, что вам придёт в голову. Мы же с вами рассмотрели два способа, два случая прекрасных прививок. Груша на яблони. Они же не выиграли. А вдруг груша ранняя, а яблони позднее? Нет. Метод тыка. Больше других методов не существует. А то на раннее привать раннее. Обычно и рады бы вот так вот придерживаться этих принципов. Они выдуманы. Вот. Они выдуманы. Мы когда прививаем, чаще всего мы не знаем, что будет потом. У нас, ещё раз, абрикосы, яблони, груши, которые вы вспоминаете, они все гибридные. Вот это название раннее, а потом вырастет позднее. Позднее вырастет раннее. Помните, я говорил, даже я никогда не использую мендера как авторитет. Действительно, после гороха трудно это. Считать, что можно таким образом, как вот было, что у Чернобаева получились маму три, а четвёртую папу. А папа, видимо, мажорский абрикос. А вы попробуйте это спланировать. Вы попробуйте это заранее решить. А вот представьте себе, они ещё ни один не плодоносил. Ни те три, которые на бай похожи, ни тот последний, который попался в рецессивный ген, он оказался похожий на этого. На мажорце. А теперь, привет, а они на дерево с бая взяты. А бай он не ранний, не поздний, средний. Мы решили, что он средний. А вот с него получились один сверхранний, а остальные средний. Всё, что в саду от меня, например, да, чаще всего ко мне обращаются те, у кого мои сорта. И что получается. Как я могу дать гарантию? Мне некоторые целуют таблицы, спрашивают. Ранние, средние, поздние. Да я понятия не имею, что из них потом это. Продают я семена, семечки, косточки. Так. Они гибридные. Значит, и к тому же добавим то, что в саду обязательно должны быть, обязательно должны быть сад смешаны. И неважно, если у вас вместо 100 граммов получились 50, то даже 30 граммов. Вот же он, семечка. Сверхранний это. Вот он, вот он, вот. Вот он, видите, тут случайно он оказался на экране. Ну и что? Это уже не абрикос? Мы его не ели. Мы эти 200 штук сожрали. Их было больше, но мы отсеяли. Я имею в виду дети. Я несколько штук съел. С удовольствием огромным. Идём дальше. Короче, не заморачивайтесь. Надо вам сразу сказать. Елена, не заморачивайтесь. А я целых пять минут это пытался рассказать. А в чём философия? Кузнецов, приветствую. Привал Сиряшина, поросли вишни. Прижились 8 из 14. Скажите, когда лучше отделить привитую храню в пользу от вишни? Я думаю, начале октября, что вы скажете. Дело в чем. По большому счёту, лучше бы вначале отделить. То есть, перерубить пуповину. Так. Это обычно делается на будущее. Это обычно делается в середине лета. Уже видно, что она подходящий кандидат. Она, допустим, имеет 30-50 сантиметров. Ну, к середине лета, да. Корневые отводки, они так сильно уж не растут. 30-50 сантиметров. Перерубили. И теперь он начнёт обрастать собственными корнями. Следующей весной привили. И у вас готовый саженец. А у вас получилось как? Вы 8 прижились из 14. А они питаются всё ещё, будучи привиты, от мамы. Пуповина не перерезана. Сам корневой отводок, как правило. Вот я бы капал как. Извините, но я только свой опыт использую. И только сам себя цитирую. Значит, однажды мне нужно было... Как раз и получил десяток слив. Надо было что-то привить. А у меня подвое не было. Это старые годы. А у приятеля сказал, что у него полсада заросло корневыми отводками. Я полный энтузиазма. Думаю, сейчас накопаю. И вот эти корневые отводки, он запустился. Тут пару лет к нему не подходил. Они успели заполнить полсотки. Густо-густо. И я начал копать. Это опыт. Да, он полезный, ценный опыт. Вот. Я начал копать. А они все без корней. Вот. Когда я выкопал штук 50 или 100, я же, знаете, я фанатик. К тому времени у меня в руках было всего 2 корневых отводка. С нормальными корнями. Ну, допустим, 2 из 50. Вот. Если бы годом раньше я бы приехал в демо в сад, заранее знаю, ну, откуда бы не знать, что я раздобуду прекрасное... А привод не на что. Не на что было. И что я раздобуду прекрасное, что на эти приводи, то есть веточки, я бы годом раньше ходил летом и между этими просто рубил, рубил, рубил. На ощупь бы, там, наугад бы, отрубая эти. Некоторые бы, может, погибли бы, там совсем корней нет. А некоторые бы выпустили бы корни. И на следующий год я мог даже сковывать земли выкапывать. То есть уже с хорошими корнями. Вот. А у вас получилось так, что сейчас попробуйте вытронуть. Они привиты, они растут за счёт мамы. А там, возможно, что ни черта, нет этих самых корней, вишнях или слабые корни. А может быть, нормальные. Ну, как мы можем знать, не заглядывая по землю? Тогда ещё вариант. Это настолько ценная вещь черешня, Дмитрий, что, возможно, вы сейчас, сейчас середина лета, вот именно сейчас вы перерубите пуповину. Да, нащупать, перерубить не проблема. Вот. Но, и опять опасно. Прививки могут погибнуть, если у той агресски, который получился после обрезания пуповины, у агресски нет корней совсем. И они могут или долго переживаться, то есть дальше уже замедлиться развитие, или просто погибнуть. И опять мы этого не знаем. Может быть, ещё тогда год под... Да. Короче, неправильно вы сделали, что вы обрезали, что вы перевели раньше обрезки. Теперь хоть так опасно, хоть так опасно. Давайте тогда выбираем метод, уже не тыка, а самый аккуратный метод. Вы выбираете из 8 и из 14, вот эти 8, одну перерубили. Перерубили сейчас. Ещё впереди июля, и август. Перерубили одну. Ждёте недельку. Смотрите, листья не пожухли. Значит, будет жить. Тогда подходите, перерубили ещё одну. Ага, будет жить? Тогда в следующий раз, подождай недельку, живо, не пожухло. Если пожухло, опыт останавливает. Тогда ещё две. Если они убежевы, тогда вообще режьте, рубите все остальные. И вот они опростут корнями, всё будет хорошо. Извините, Дмитрий, объясню, как мог. Так, Тоня, привет. Тоня, привет. Тоня, ваши черенки груш приживились на сортовые яблоки. Ух ты. И у вас тоже. Да что это такое? Считается, что груша нельзя на яблоки. А получились у меня, а потом получились, это самое, на Востоке, потом получились, в этом в Калининграде. Теперь вообще и у вас. У вас получилось так. Груши появились на сортовые яблоки, но у Суэрисской груши на черной рябине. И это у вас. Да господи, волшебница. С грушей яблоки всё понятно, но черная рябина, несколько устальников, груши дерева. Как это будет выглядеть? Тоня, это вы нам расскажете. Пожалуйста, расскажите нам через месяц, через год, как мы это увидим. Уже появились, уже всё. Теперь уже не меня спрашивать. Это мы будем спрашивать, чем это конец. Так, Олег Олегович, привет. Добрый день. Мой опыт по снятию ленты, снимая при первых признаках перетяжки, образование восьмёрки. Переснятием непосредственно подвязываю саженец, правильно, колу, так как место приемки ещё не окреплый, саженец может сломать. Мой сад в Брянском районе. Плюс время снятия, конец июля. У вас должно быть чуть раньше, всё-таки теплее, чем у меня. Так, но наблюдение прерастёт без привязки к дате, климат всё время меняется. Ну, что, разумное письмо. Спасибо, Олег. Я бы вас директором вашего Брянского инцидента Олипина бы назначил, но мне никто не, пока никто не позволяет это дело. Добрый день. Екатеринбург на связи. Спасибо, Иван. И вам добрый день. Антонина Скугорева. Это, кстати, Кемеров. Подтверждение многолетней всхожести. Пролом. В прошлом году Манжурский орех из вас тени взошёл не один. Высыпала в угол сада осенью и присыпала землей. Невестное взошло девять штук. Посадила себе и дарю подругам на день рождения. Посаженные ведра с рекомендациями о пересадке. Всё равно такому подарок. Ну, что делать? Всё правильно. Константин. Всем привет с княжества Тверского. Похоже, вы новичок, Константин. Не помню вашу погоня, это самое, как называется. Вот это вот. Так, Бухтияров. Ну, да, ничего. Да, я не пропустил ни этого вебинара. Первый 21 пересматриваю по нескому разу. А теперь первый 21 чем-то отличается. я думал, ага, я же помню, кажется, это было дело так. Меня всё время думают, что я много говорю, а вот именно конкретно, допустим, только о посадке, только о прививке, только о том, ну, когда всё сконцентрировано. По-моему, все первые, я уже начал забывать, и, по-моему, я вот эти первые 21, скорее всего, такие вот. Это я к тому говорю, что это, хорошо бы, не, хорошо бы, мне покупали эти материалы. Вот. Ну, крайний случай, пусть так смотрят. Бесплата. Это видно, эти 21, скорее всего, и есть концентрированные. видео.